Я считаю, что каждый труд должен полноценно оплачиваться. Исходя из этой логики, мне противно те люди, что недоплачивают за работу одни, тем самым получая сверхприбыли, так и те, кто показательно воруют, лишая людей заработка. Не застревайте в текстурах, и сегодня мы поговорим про Nintendo. Цифровые магазины и очень важную вещь, которая прошла незамеченность. Начнём с того, что изначальная система денег, ну, она должна была служить благой целью – давать возможности оценивать труд каждого, ну, чтобы любой человек имел доступ к произведённым товарам. Но эта система ещё, например, в средние века показательно давала сбои, когда производители, например, специй могли зарабатывать больше, чем производители полуоценной еды. Дело в том, что цена на специи была выше, а производить их было дешевле. В итоге практически бесполезный товар приносил сверхприбыли. В наше время также можно найти кучу недостатков от системы. Когда, например, футболист стоит, как ракета, ну, там, до луны. И этот шут зарабатывает больше, чем доктор в больнице. Капитализм, счастье, заеби. В нашу же цифровую эпоху всё ещё сильнее запутываются. Если специи развлечения шутов можно хоть как-то физически оценить и ощутить, то сколько стоит, например, игра, тут уже нет единого мнения. И это далеко не единственная проблема. Дело в том, что 30 января Nintendo закрыла свой магазин игр для консоли Wii. Какое-то время вы ещё сможете скачать игры для этой платформы и перенести их на Wii U. Но в какой-то момент доступ к магазину будет полностью закрыт. И пускай далеко не все фанаты этой консоли и закрытия магазинов никак не коснётся, но само событие обнажает кучу проблем, которые многие не хотят обсуждать. Если посмотреть в историю, то сперва игры распространялись на физических носителях. И хотя бы подобие обмена денег на товар соблюдалось. Сейчас же мы покупаем в цифровых магазинах игру, но фактически получаем лишь подписку на неё. И в любой момент издатель может заявить, что доступ к качеванию закрывает. И я напомню, что Wii продалась тиражом более 100 миллионов экземпляров. И это одна из самых массовых консортов в истории. Чтобы оценить масштаб проблемы, просто представьте, что завтра закрывают Steam. Ну, то ли из-за того, что я победил Epic Store, или из-за неповоротливости гейба, но завтра вы не можете качать легально купленную игру в своей коллекции. Ужасно? Не то слово. Пока ещё у Стима всё хорошо, и пугаться нечего. Но давайте просто задумаемся над сути проблемы. Мы никак не владеем теми играми, которые мы покупаем в цифровую эпоху. Нам лишь открывает доступ к её скачиванию на какое-то время. Более того, если брать пример из того же Стима, то я в 2011 году купил коллекционку Deus Ex Human Revolution. На физическом диске, с дополнительным материалом, со всем остальным. Но она просто не запускается без Стима. И я ещё не упоминаю кучу патчей, фиксов, дополнений, переизданий и всего прочего, без чего играть просто невозможно. Они существуют лишь на серверах Стима. Если копнуть глубже, то когда я покупал картридж или диск, то я мог его дать родным, друзьям, перепродать, сделать вообще что угодно. И на это распространялся закон об имуществе. На какие законы действуют, на созданные учётные записи, там, цифровых магазинов. Ну, например, перепродать ту же игру фактически я не могу. А если ещё посмотреть на тот же Apple Store или Google Store, то там частенько чистят, например, старые приложения, там, либо неработающие, либо ещё каким-то другим проблемам. Также неоднократно можно было слышать о том, что из магазинов удаляли игры, где стекал, например, срок лицензии на какую-то лицензированную музыку. Ну, я надеюсь, я достаточно описал уже бесправие игроков в этой ситуации. Если попробовать разобраться, почему закрываются сервера магазинов в виде, то там стоит понимать, что корпорации делают это не потому, что им не выгодно это делать, а они это. Практически все крупные фирмы нацелены на максимизацию прибыли. В итоге они посчитали, что выгоднее избавиться от старых игр и перенаправить освободившуюся мощность серверов на хранение игр того же Switch'а, который динамично развивается и крайне любим на Западе. И не стоит в этой ситуации обвинять, конечно, Ниндендо. Остальные фирмы поступают, ну, совершенно так же. Microsoft закрывал, например, Xbox Fitness в 2016 году, ну и просто проигнорировал недовольство юзеров. Какие-нибудь Apple искусственно занижают мощность телефонов с новыми прошивками, вам приходится покупать новый телефон, опять же, всё ради прибыли. Или взять Activision. Пока вы спорите, там, лучше Батлай или Колда, они получили очередную новую сверхприбыль по итогам отчётного периода и при этом ввольли 800 сотрудников, что является почти 10% компании. При этом они не забыли выплатить менеджеру, который работает там, ну, всего лишь месяц, премию в размере 15 миллионов долларов. И это к его зарплате в 900 тысяч долларов. И это помимо ещё того, что Activision заставляет разработчиков выпускать Diablo на мобилках. Как вы понимаете, это всё ради прибыли, всё ради денег. В этом бизнесе только так. Простыми словами, мы не владеем правами на купленные нами же игры. А создатели ради прибыли пойдут на всё. И тут даже сами игроки по факту им помогают. Ну, помните, как фанаты делали дампы там старых игр, картриджей, сохраняя игровое наследие для тех, у кого нет оригинальных устройств для игр. Это, по сути, и пиратсинт не считалось, когда вы в порыве ностальгии скачали, например, Комбут Контру и поиграли там 10-20 минут. Но издатели это пронюхали. Теперь они продают реплики своих старых консолей с минимальным набором игр. Порой даже с эмуляторами, которые писались фанатами. И те дампы и ромы, которые ничего не стоили, вдруг стали очень нужными для издателя и активно защищаться авторским правом, закрывая сайт со старыми играми. И делают они это лишь потому, что игроки сами готовы платить за это деньги. С другой стороны, если размышлять логически, то разработчик и издатель создал продукт и имеет право получать с него прибыль и защищать свою собственность. Никаких ограничений на срок давности нет, да и вряд ли может быть. И именно в данном конкретном случае я за пиратством. Потому что только у пиратов я смогу получить игру, которую легально я нигде уже не скачаю. Только у пиратов лежат редкие или вообще не упускавшиеся игры, которые также запрещено распространять. Только у пиратов могут быть не только самые полные версии игры, но и часто улучшенные всякими патчами, модами, переводами, озвучками, часто только фанаты и пираты делают, например, редакторы уровней для игр, а также поддерживают серваки закрытых. При этом все эти вещи остаются нелегальными. Легальных же выходов из этой ситуации пока не видать. Игроки беззащитны перед корпорациями, чересчур разобщены, а сама сфера никак не регламентирована и нацелена лишь на получение сверхприбыли. Лично мне жаль, что постепенно потерялась возможность модить игры. Благодаря этой возможности появилось очень много современных тайтлов. И подписывайтесь на канал, если хотите узнать об этом подробнее. Я расскажу о модах, об играх, выросших из них, в одном из своих следующих видео. Я сам создаю модели для графического мода Quake 2, с которыми можно ознакомиться на канале и скачать. Кстати, если вы досмотрели до этого момента, то вам интересно будет также узнать о некоторых переводчиках игр, которым я лично донатил. Ну вот как, например, Чапаеву за озвучку серии Resident Evil. Особенно за семерок, спасибо. Есть ещё Game Voice. Вот им за многие другие шикарные переводы, из-за Borderlands 2 в частности. Минуточку, ты ещё дышишь? Да, теперь-то я смогу убраться с этого ледника. Железяка, твои метафорические алые паруса наконец показались на горизонте. Жители Пандоры, внимание! Я, красавчик Джек, предлагаю миллион баксов тому, кто принесёт мне голову искателя хранилища, который только что прибыл в айсберг лжеца. Кстати, награда за Роланда, кровавого главаря алых налётчиков, всё ещё в силе. Удачной охоты, разбойнички! Ну и упомяну также известный сайт Zone of Games, на серверах которого лежат множество переводов игр. Ну и полезным будет ещё сайт Mithril Heart, где он коллекционирует порты старых игр, и вы можете ему в этом помочь. В общем, не застревайте в текстурах и любите старые игры.